Ваш актер, ну вы также превосходный блюзовый музыкант, о чем мало кто знает. Я ксалин блюзовый музыкант, я салфон, киск, окей. Ваш альбом, песни из Кустальной пещеры, классные песни, music, Girls of Right, Not for Sale. Вопрос, вы когда-либо рассматривали возможность полного музыкального концерта в России с вашей группой? Может быть, в нескольких городах? Ну, конечно же, если меня пригласит главный начальник или большой босс, я с удовольствием приеду и сыграю вместе с моей группой здесь, в России. Я очень люблю вашу страну, это одна из моих самых любимых стран во всем мире. И если будет неделящие предложения, с удовольствием сыграю. Если Путин согласит. У нас, к сожалению, не дипастом раяль в кустах, так как мы можем уже эндерги и фрилы у тебя как-то релиз сделать. Дем, Дем, все еще. Если есть, пожалуйста, еще вопросы, я забыл. У меня общий вопрос. В последнее время смеши и наборства развиваются стремительными темпами и уже буквально наступают на пятки профессиональному боксу. Вот в отсутствии больших крупных событий на поприще профессионального бокса и, как таковых, уже имеющихся больших событий здесь у нас в России по части ММА, хотелось бы услышать от каждого, насколько реально, что смеши и наборства в части ММА перегонит профессиональный бокс, но, во всяком случае, в нашей стране. В обозрительном будущем. Спасибо. В мире или только в России? Если можно, вот у каждого, начиная со Свяслава Василевского или Алексея Женакова. Это мое мнение, личное мнение. Скромное мнение. Без компромиссности в бою. Мне кажется, такие бои, они более интересны зрителям, там более все понятно. И они более, можно сказать, приближены к какой-то настоящей драке, к бою. А это как бы издавна привлекало людей. Александр? Ну, насколько мне известно, что если взять Америку, да, в Америке уже ММА казнули на профессиональный бокс, да, по своим шоу, по своим терминам, по общей популярности. В России пока нет, да, в России сейчас какой-то пункт профессионального бокса, вот, например, визу, да, не знаю, с чем-то связано, может быть, с тем, что очень много русскоговорящих боксов, да, каких-то ракетчиков, какие-то балуют, ну, и так далее. Ну, а я надеюсь, если дальше будет так же все развиваться, как и сейчас идет, то ММА, скорее всего, перегонит бокс в причине, потому что, как лично, я считаю, это намного зрелище, чем профессиональный бокс. Потому что, ну, мало действий, да, больше ограничено правил в профессиональном боксе. А у ММА есть все, и борьба, и удары, и соединительные спорты. Поэтому у тебя абсолютно интересно. Если позвольте, мы продолжение вопроса как раз нашим бойцам. Под вопрос, вы много выступаете за границей, в Америке, и уже выступали на подобных трансляциях ММА и в России. Что можете сказать, насколько уровень организации подобных мероприятий у нас в России, что не с нами. Я хочу сказать, что у нас в России отличаются турниры чем? Это менталитет, да, тем, что я считаю, что у нас намного лучше встречают организаторы, да, и намного лучше отношения вообще к спортсменам. Это независимо, да, это русские спортсмены, либо это иностранцы. У нас намного больше влияния для спортсмена. Если брать Америку, там, конечно, все на высоком уровне, но там больше бизнеса. Все записывается, ну, все на деньги переводится. И все конкретно в рамках определенного контракта. А вот говорю, вот в России, чем лично мне намного приятнее, наступает тем, что отношения своих организаторов намного лучше и больше. Единственное, конечно, отличие, что в США намного больше, но, надеюсь, в России скоро это изменится. Вячеслав, ваше участие? Опять же хотел бы сказать по своим впечатлениям выступления в Америке. Там более все так поставлено на поток, то есть ты приехал, подрался и уехал. Да, в России все-таки из этого более делают шоу, приходит много людей, это больше внимания там уделяется, именно в Америке. Поэтому в России, конечно, занимать приятнее. Но, да, что касается гонорара, то, к сожалению, пока российская ММА в этом плане немного уступает. Я бы даже сказал немного, а паряши не покупают американцы. Поэтому, если со временем в этом плане мы доводим в Америку, то цена ММА может принести себя в Россию. Пожалуйста. Я отвечаю на вопрос, который очень интересно вы задали. Хочу сказать, что у тебя 40 лет, я не от вас. И мы можем прослеживать жизнь, допустим, той же борьбы самбы, которая сделала себе подразделение боевого самбы. И уже на боевой самбы ходят, смотрят больше зрители, чем на самбы, которые естественные изменения имеют. И вопрос обывателя всегда, сколько я себя помню, задавался, кто сильный саргист или каратист, зубоист или ушиист и так далее. Это всегда было интересно обычному человеку, обычному заметку. И, глядя на побеги того же Федора Еврея, который четыре раза был чемпионом мира по боевому самбо, которого знал только узкий труд специалистов. Когда он начал биться в смешных боевых искусствах, он стал национальным героем. И молодец Вадим Федишенко, который один из первых стал раскручивать фильм, пока спали все свои действия дзюдоисты. И опередил и помог нам, опередил немножко время. В отличие от того, что наше общество часто спит, и мы потом догонялись, смотрим, что происходит в мире. Вот, на мой взгляд, те темпы, которые заданы сегодня в нашей стране, и то внимание важных людей, которые уделяются, это, ну, мы видим, говорит само из-за себя, это правильно. Мы сегодня идем немного со временем, и после футбола, баскетбола на третьем месте будет смешно. И мы видим, что на гости по популярности через интернет, внимание молодежи, всех людей в регионах, в мире и так далее. Это уже такая известная картина.